Берлин 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 На каждой площади Берлина вы увидите знаки германского поклонения войне. Рейхстаг. Парки Поздама. В этом маленьком городке по соседству с Берлином сохранилась резиденция прусских королей и германских императоров. Дворец Сан-Суси. Эти дворцы, представляющие определенную историческую ценность, охраняются сейчас Красной Армией как музеи со всем своим имуществом, которое сохранилось в них после падения гитлеровской власти. Дворец Фридриха II, где зарождались планы германского господства над миром, где жил последний кайзер Вильгельм II Гокенцоллер. Невдалеке от Поздама, в Сесериан-Гофф, который входит в советский сектор Берлина, приготовлен дворец для проведения конференции руководителей трех великих союзных держав. Продолжение следует... Продолжение следует... В эти дни в Берлин прибывали делегации для участия в конференции руководителей трех союзных держав. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки господин Джемс Бирнс, министр иностранных дел Великобритании господин Иден, господин Климент Этли, премьер-министр Великобритании господин Уинстон Черчилль. Президент Соединенных Штатов Америки господин Трумэн. В Берлин для участия в конференции прибыла советская военная делегация. Маршал Советского Союза Жуков принимает у себя членов делегации. Адмирала флота Кузнецова. Начальника Генерального Штаба Красной Армии, генерала армии Антонова, маршала Фололеева и начальника Главного Военно-Морского Штаба, адмирала Кучерова. В Берлин для участия в конференции прибыл председатель Совета Народных Комиссаров Союза СССР генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. В 5 часов вечера участники конференции встретились в зале заседаний. КОНЕЦ Конференция приступила к обсуждению ряда важнейших вопросов, связанных с судьбами человечества в послевоенный период. В повестке дня стояли такие вопросы, как учреждения Совета Министров Иностранных Дел, ряд вопросов, связанных с судьбой побежденной Германии, вопрос о военных преступниках, вопросы об Австрии, о Польше, о заключении мирных договоров и о допущении в организацию объединенных наций, о подопечных территориях, о пересмотре процедуры Союзных Контрольных Комиссий в Румынии, Болгарии и Венгрии, а также ряд других вопросов, подлежащих обсуждению руководителей трех союзных держав. Союзных Контрольных Комиссий В результате первого совещания была разработана программа работ конференции. На другой день встретились министры иностранных дел. Такие совещания происходили ежедневно в течение всей конференции. Целью совещаний являлась предварительная подготовка всех вопросов, подлежащих обсуждению руководителей трех держав. КОНЕЦ В перерывах между совещаниями министры иностранных дел встречались в неофициальной обстановке. Господин Бирнс и господин Иден в гостях у товарища Молотова. КОНЕЦ Наряду с совещаниями министров происходили также встречи начальников штабов трех правительств по военным вопросам, представляющим общие интересы. КОНЕЦ В дни работы конференции в Англии происходили выборы в парламент. 25 июля состоялось последнее совещание с участием премьер-министра господина Черчилль, который должен был выехать в Лондон в связи с итогами выборов. КОНЕЦ Перед отъездом с конференции господина Черчилля руководители трех держав предоставили возможность кинооператорам и фотофореспондентам снять их на веранде дворца. КОНЕЦ 28 июля на аэродроме состоялась встреча господина Этли, прибывшего на Берлинскую конференцию уже в качестве премьер-министра Великобритании. Господин Этли КОНЕЦ Вместе с господином Эдли на конференцию прибыл новый министр иностранных дел Великобритании, господин Бевин. Тотчас же после прибытия господин Бевин сделал визит товарищу Молотову. Конференция продолжалась в новом году. В итоге 13-дневной работы конференции были приняты важные решения и соглашения. Имел место обмен мнениями по ряду других вопросов. Обсуждение этих проблем будет продолжаться в Совете министров иностранных дел в созданном конференции. Президент Трумен, генералиссимус Сталин и премьер-министр Эдли покидают эту конференцию, которая укрепила связи между тремя правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их правительства и народы вместе с другими объединенными нациями обеспечивают создание справедливого и прочного мира. Так гласит пункт первой сообщения о Берлинской конференции трех держав. Берлинской конференции Слободолюбивые народы, современники величайшей в истории войны, с удовлетворением узнали из сообщения о Берлинской конференции, что дело мира вновь продвинулось вперед, что историческая Берлинская конференция завершилась в обстановке искреннего взаимопонимания руководителей трех великих держав, взявших на себя благородную миссию создания прочного мира во всем мире. Берлинская конференция